МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Ленин и Сталин – два самых выдающих деятеля нашей великой тысячелетней истории, которые в ходе Великого Октября спасли русскую цивилизацию. Опыт побед, опыт совершений во имя человека труда. Коммунисты провели в центре Москвы патриотическую акцию в честь годовщины Великого Октября. Только наша партия, только мы с вами сохранили в душе не только саму идею, но и веру, но и в то, что мы обязательно победим. В Иркутске коммунисты почтили память красноармейцев, погибших в боях за советскую власть, и провели митинг у памятника Ленину. Мы отмечаем сегодня годовщину Великого Октября. Мы продолжаем его дело. Мы будем продолжать развивать эти идеи. И мы убеждены, что обязательно эти идеи восторжествуют в будущем. Коммунисты северной столицы собрались у крейсера «Аврора» и возложили цветы к памятной стелле на Петроградской набережной. В честь 107-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции по всей стране прошли торжественные мероприятия. В Иркутске и Смоленске коммунисты и комсомольцы встретились в центре у памятников Ленину. В Санкт-Петербурге по доброй традиции активисты КПРФ и сторонники партии собрались у крейсера «Аврора», чтобы вспомнить о том, какую колоссальную пользу Родине и ее народу принес Красный Октябрь. В Иркутске участники праздничной акции собрались у мемориального комплекса «Борцам революции». Здесь захоронены красноармейцы, погибшие в боях за советскую власть в Иркутской губернии в декабре 1917 года. После возложения цветов к мемориалу коммунисты двинулись к памятнику Ленину, где прошел праздничный митинг. И в мост провожает с собой И сердцу тревожно в груди И Ленин такой молодой И юных отцов впереди Только Советский Союз остановил фашизм и победил его тогда, когда к нему присоединились все остальные страны. Такова роль и такова судьба фашизма и коммунизма. Только наша партия, только мы с вами сохранили в душе не только саму идею, но и веру, но и в то, что мы обязательно победим. Потому что только мы умеем побеждать и капитализм, и фашизм, который сегодня встал в полный рост во всем мире. Победа будет за нами. Символично, что памятник Владимиру Ильичу в Иркутске расположен в центре города на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Здесь жители города традиционно собираются 7 ноября, 22 апреля, 1 мая и в другие значимые советские даты. Наша Россия все еще живет на том, что стала результатом революции, результатом того огромного экономического подъема, той культурной революции, благодаря которой мы с вами все умеем читать. Не было бы свободной, сильной, пролетарской России, не было бы той России, которая переломила хребет фашизму. В Смоленске партийный комсомольский актив собрался у здания Горсовета, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Для коммунистов Смоленщины это настоящий праздник. Это настоящий праздник для тех, кто жил в Советском Союзе, кто помнит то хорошее, что там было. Мы действительно относимся к этому празднику и будем относиться как к одному из великих дат в жизни нашего государства. Вечером здесь же на площади Ленина прошел торжественный митинг, на который кроме коммунистов и комсомольцев пришли сторонники партии и неравнодушные горожане. На мероприятие молодым активистам вручили партийные и комсомольские билеты. Это очень большая честь для меня, получить билет в такой праздник. Важный для меня и для всей нашей страны. Каждый год 7 ноября члены КПРФ, активисты союзных организаций и сторонники партии собираются у крейсера «Аврора» и возлагают цветы к памятной стеле, которая стоит рядом на Петроградской набережной. Ленину и Сталину ура! Ура! Не стал исключением и этот год. В Нахимовском сквере жители города трех революций читали стихи, пели песни и вспоминали те завоевания, которые принесла трудовому народу Великая Октябрьская социалистическая революция. Для нас прежде всего Великий Октябрь это событие, которое открыло целую новую эпоху, доселе невиданную эпоху. Представьте себе, что избирательное право женщинам принес Великий Октябрь. Этого не было нигде в этих странах, которые считают себя сегодня прогрессивными. Поэтому мы отмечаем сегодня годовщину Великого Октября, мы продолжаем его дело, мы будем продолжать развивать эти идеи и мы убеждены, что обязательно эти идеи восторжествуют в будущем. В праздничные дни коммунисты, сторонники партии и жители городского округа Пушкинский посетили Краеведческий музей. Здесь в честь 150-летия соратника Ленина Инессы Арманд была организована экспозиция, посвященная революционерке. По просьбе Инессы было много сделано для жителей Пушкина, вот особенно район Лендигина. Построили школу, построили больницу. И она сама в этой школе преподавала, даже обучала крестьянских детей. Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. Приглашаем всех, кстати, людей посетить эту выставку и этот вообще замечательный Вантеевский музей. После экскурсии посетителей музея пригласили на концерт русского романца. Россия готова к диалогу по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются прежними. Коротко о других новостях в стране и мире. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за передачу украинским спецслужбам данных о военных объектах в Феодосии. За это он получал вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье госизмена. В Россию в октябре завезли 112 тысяч новых легковых автомобилей. По данным аналитического агентства Автостад, это стало рекордным показателем за последние 12 лет. Самыми популярными автомобилями стали китайские модели Jelly Manjaro, Cherry Tigre 4 Pro и Tigre 7 Pro Max. В Брюсселе более 25 тысяч работников госпредприятий требуют повышения зарплат. Участники марша отметили общую нехватку кадров, что привело к увеличению рабочей нагрузки и ухудшению условий труда. Участники акции потребовали поддержки со стороны властей. Греческие коммунисты заблокировали в городе Тернавас автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины. Участники акции протеста скандировали «Нато вон из Греции». Водителям пришлось развернуться и уехать. Все больше россиян связывают будущее страны с социализмом. Опыт советского строительства становится с каждым днем актуальнее. Об этом 7 ноября шла речь в самом центре столицы, у памятника Карлу Марксу, где КПРФ провела патриотическую акцию, посвященную Дню Великого Октября. Подробности в нашем репортаже. За нашу Родину, за нашу любимую Россию, за наш национальный народ. Трижды наше «Ура! Ура! Ура! Ура!» События, заложившие основы нового мира, изменившие вектор развития человечества. Открывая митинг встречу депутатов от КПРФ различных уровней с избирателями, заместитель председателя ЦК Компартии Владимир Кашин подчеркнул, в стране все больше сторонников социализма. То, что сегодня в официальном календаре праздников нет, Дня Великого Октября, говорит об одном. Правящий класс видит, как стремительно меняются настроения россиян и опасается этого процесса. Ну это же история. Чего же вы боитесь своей истории? Чего же вы боитесь религии, которая преобразовала мир, весь нашей планеты, все, и как бы не пытались сегодня отгородиться от этой даты правящей мира сего. В том числе в России, нашей любимой, у них ничего не получится. Потому что народ все равно тянется не только к этому празднику, а главное к завоеваниям этого праздника. Он тянется к свету красному, свету победы, свету созидания. За годы после развала СССР страна потеряла многие завоевания советского периода. Все больше россиян понимают, что в рамках курса навязанного государству в 90-х никакого оздоровления ситуации не будет, отметил первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин. Он только что завершил визит в регионы Дальнего Востока. В рамках поездки свершилось очень важное событие федерального масштаба. При поддержке Геннадия Андреевича Зюганова нашей партии в городе Находки был установлен очень мощный памятник, фундаментальный памятник Иосифу Сиромичу Сталину. Мы прекрасно понимаем, что имя Ленина и Сталина это имя великой победы, великого прорыва. Мы надеемся, что эти памятники в праздничные дни будут устанавливаться во многих городах и селах. В митинге приняли участие депутаты фракции КПРФ в Госдуме, руководители ленинского комсомола, а также местных партийных организаций. В завершение собравшиеся у памятника Карлу Марксу приняли резолюцию. В ней подчеркнуто в условиях конфронтации между Россией и так называемым коллективным Западом стране как никогда необходим левый поворот. От катастрофы и гибели нас спасет только опыт Великого Октября. В этих условиях КПРФ предлагает реальную альтернативу либеральному курсу. Далее участники акции направились на Красную площадь. Там коммунисты и представители левопатриотических организаций по традиции возложили венки и цветы к мавзолею Владимира Ленина и могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Завершились торжества у монумента маршала Советского Союза Георгия Жукова. Здесь же лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел брифинг для журналистов. Он отметил, на этой неделе президент Путин выступил в Сочи на очередном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Хочу всем напомнить, что ровно три года назад он выступал на том же «Валдае» и впервые официально заявил, что капиталист зашел в тупик. Это подтвердило дальнейшая история и той натовской войной, которую американцы и лосаксы развязали против русского мира, и теми бесчинствами, которые Натаньяху творит на Ближнем Востоке, американской выборной кампании, которая превратилась в огромную склопку и напугала всю Америку. Шесть из десяти тех, кто шел на выборы, боялись массовых беспорядков». Председатель ЦК Компартии напомнил, на этой неделе стало известно, что два новых отечественных атомных ледокола будут называться «Ленинград» и «Сталинград». В КПРФ рада такому решению. «Хочу, чтобы вы услышали «Ленинград» и «Сталинград». Ибо «Ленин» и «Сталин» – два самых выдающих деятеля нашей великой тысячелетней истории, которые в ходе Великого Октября спасли русскую цивилизацию. Хочу, чтобы президент Путин, Совет Безопасности, наше правительство самым внимательным образом сегодня изучили уникальный опыт Великого Октября и сделали для себя необходимые уроки». Знать, как ковались мощи независимости советской страны, нынешней власти необходимо. Геннадий Зюганов уточнил, речь идет и об опыте создания сильных вооруженных сил и о прорывных решениях, сделавших возможным выход СССР на новые экономические рубежи. «Если они не поймут, что Евгений Ленин позволил всего в течение пяти лет провести четыре варианта политики от военного коммунизма продразверски, продналога до НЭПа и создать план ГОИРО, который полумертвую страну поднял к высотам космоса, они не в состоянии будут принять победные решения. Это урок, урок прежде всего великого интеллектуального прорыва, когда в основу политики клалось ни очередное богатство, ни мошенники и жулье, которые наживались на эксплуатации граждан, ни воры и пьяницы, которые грабили страну. Оставилось в основу человек труда, справедливость, дружба, образование, культура». Эта база в дальнейшем помогла стране выстоять в свадке с фашизмом, защитить свой суверенитет и целостность, подчеркнул лидер Компартии. «Это называется урок победы над временем и пространством. Никто не верил, что после двух войн можно восстановить считанные годы страну. Мы пробежали за 10 лет то, что Европу прошло за 100 лет. И мы сумели создать новые базы везде, не только на Донбассе, Урале, Кузбассе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это позволило нам даже при неудачах первых месяцев войны перебросить за Волгу и Урал 10 миллионов градусов на полторы тысячи заводов и из колес выпускать самую современную боевую технику». По словам Геннадия Дюганова, сегодня возревает новая геометрия расстановки сил в мире. И Россия оказалась в центре этого передела. Чтобы сплотить общество и усилить позиции, стране придется меняться в левую сторону. «Мы сегодня должны понимать, чтобы охранять этот материк, надо иметь 200-250 миллионов. И если мы не сделаем выводы, а нас всего 150, завтра этот материк уберечь будет невозможен. Поэтому забота о ребенке, женщине и о семье, создание многодетной семьи – это вопрос нашего исторического выживания. Сегодня у нас самый большой раскол. И как бы мы ни говорили о справедливости, как бы ни собирались вместе, ни обсуждали, но сегодня складывает ситуация, при которой 500 миллиардеров накопили почти два бюджета и не хотят платить нормальные налоги». Важнейший пункт в программе КПРФ сегодня – национализация минеральной сырьевой базы, стратегических отраслей и системообразующих банков. Геннадий Зюганов обратил внимание журналистов, как успешно развиваться на советских принципах, показывают лучшие народные предприятия страны. «Совхоз Ленина, у него супер уникальный результат. Зарплата – 125 тысяч, бесплатное образование и все обслуживание. Лучшие в мире школы, сады и спортивные комплексы. Лучшее производство. Еще раз официальный праздник. Приглашаю руководство страны. Будем с Грудинину в качестве экскурсовода. Вы посмотрите, как можно не брать, мы не берем у государства ни копейки. Это предприятие платит налогов по 300-500 миллионов, одних налогов». В завершении разговора в центре столицы Геннадий Зюганов еще раз поздравил всех с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Событие, которое устремлено в будущее. «Еще раз вас с праздником Великого Октября желаем, поздравляем и считаем, что Великий Октябрь нам поможет снова победить. Наш поклон и привет ребятам, которые сражаются за русский мир, за нашу свободу и независимость на передовой. Они борются против нацизма, фашизма, борются за реальную свободу, за освобождение братской Украины, за нашу дружбу, за идеи Великого Октября. С праздником! Ура! Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова